Еще несколько лет назад Мария Конюхова носила форму ученицы Фосагра класса, а сегодня надела спецовку сотрудника компании Фосагра. Она, вчерашняя студентка Казанского энергетического университета, 21 августа 2019 года запомнит надолго. В этот день эта девушка из просто Марии превратилась в Марию Владимировну. Немного не веря своим глазам, новенькая заводчанка даже несколько раз заглядывала в корпоративную почту. Там черным по белому так и написано, да еще добавленная, ведущий инженер по энергонадзору. Очень повезло, что мне уже дали такую, что я работаю уже на такой должности, потому что мои сверстники, они столкнулись с большой проблемой поиска работы. Юная Мария Владимировна немного смущается, но спину держит прямо. Привыкла со школьных времен. Она еще в старших классах решила, что сделает ставку на точные науки и выберет инженерную профессию. Отличным подспорьем стал первый в истории профильный Фосагра класс в родной 25-й школе. Она туда и поступила, и поступила правильно. Теперь Мария Владимировна это точно знает. Мария войдет в историю Фосагра класса в городе Балакова, как выпускница первой волны, которая сразу после института пришла работать на предприятие компании. Звонок на урок для бывшей выпускницы школы – это уже воспоминания. Впереди школа взрослой жизни. На торжественной линейке в День знаний уже на правах старшего товарища ведущий инженер Мария Конюхова поделилась с нынешними учениками, что на предприятии ее ждали как дома. Теперь она участник программы МТС – молодые талантливые специалисты. А это значит, есть перспективы расти в профессии. Сегодня особенный день не только для вас, но и для меня. Ведь я тоже училась в 25-й школе. Я вспоминаю, как пришла на свою первую линейку, и как пришла в первый Фосагра класс. Я хочу сказать, что мне очень повезло. Ведь проект, который работает благодаря компании Фосагра, наполнил мою жизнь новым смыслом. Кстати, совсем скоро на Балаковский филиал АО «Апатит» придет одноклассник Маши Глеб Брыкало, выпускник Казанского научного и исследовательского технологического университета. Вот только вернется с армейских сборов и сразу на завод. Если Мария и Глеб уже начинают свой профессиональный путь, то десятиклассница Алина Кадирова только на стартовой дорожке двухлетнего марафона под названием «Фосагра класс». Причем двигается она по стопам своего брата. Илья Скадиров сегодня студент второго курса Горного университета Санкт-Петербурга. Я думаю стать химиком-аналитиком, химиком-технологом. Хочу работать на Фосагра. Я ездила на завод Фосагра, мне понравились условия, мне понравилось, как все там выглядит, работает. Я считаю, что ученик Фосагра класса должен обладать целеустремленностью, хорошим умом, упертостью, чтобы достигать все свои цели. В этом году балаковские Фосагра классы поставили очередной рекорд по количеству заявлений от желающих. Из полусотни претендентов выбрали 26 ребят, 13 молодых людей и 13 девушек. Это не только ученики 25-й школы, но и талантливые ребята из других балаковских учебных заведений. Гости от балаковского филиала АО «Апатит», которые приехали поздравить ребят с началом учебного года и традиционно вручить новичкам планшеты, заметили, если равное количество парней и девушек, значит на выпускном обязательно будет вальс. По традиции, это уже наша традиция, мы вам дарим от нас подарки. Ну и, конечно, у нас еще будет много различных встреч, интересных мероприятий, где мы с вами будем встречаться. Поэтому поздравляю вас с вступлением в семью Фосагра. Наши герои – лишь часть шестилетней истории Фосагра-класса в пяти городах в присутствии компании, одного из крупнейших производителей минеральных удобрений. Чтобы проще было понять масштабы и динамику развития проекта, посмотрим статистику. Проект Фосагра-классы работает в школах в пяти городах в присутствии компании Фосагра. В профильных десятых и одиннадцатых классах ежегодно обучаются порядка 250 человек. С 2015 года количество выпускников, выбирающих технические специальности, выросло с 49% до 86%. В этом году на предприятие Фосагра пришли первые девять телевиков. Авторы проекта уверены, что в 2022 году их будет уже 45. А общее число выпускников Фосагра-классов, которые станут работниками предприятия, составит 120 человек. Сейчас проект Фосагра-классы расширил свои рамки. Вот уже год Балаковская школа номер 25 – площадка для реализации образовательной программы Фосагра-школа, где теперь профориентация начинается с самых младших классов. Кстати, по традиции, в День знаний в Фосагра-школу пришли ребята из подготовительной группы детского сада по соседству. Многие ребятишки пойдут учиться именно в 25-ю школу. Малышам многое предстоит узнать, но уже сейчас некоторые из них строят грандиозные планы. Я вот деликами на работу. Получил путевку в жизнь.